Первый весенний день в нашем регионе стартует 59-й международный музыкальный фестиваль «Мир эпох и имена». Впервые он охватит три времени года и пройдет на разных концертных, театральных и музейных площадках. 59-й международный музыкальный фестиваль «Мир эпох и имена» связан с такими датами, как 80-летие начала Великой Отечественной войны и окончание Второй мировой войны, региональный тренд «Год книги», «Год молодых» в Ульяновской области. 130 лет мы отмечаем в 2021 году композитору Сергею Прокофьеву. Директор Ленинского мемориала, художественный руководитель фестиваля «Мир эпох и имена» Лидия Ларина напомнила, что помимо программы фестиваля, которая традиционно проходит в классическом формате, будет работать и так называемая «Офф-программа», включающая встречи с гостями фестиваля. Артист, который приезжает, он фактически недоступен ни в одном городе, и только благодаря фестивальной программе, около музыкальной программы фестиваля, есть возможность не просто ему задать вопросы, но есть возможность поделиться как самому артисту опытом, так и молодым, талантливым ребятам, посетителю, который сегодня имеет возможность задавать любые вопросы своим артистам. Фестиваль откроет государственный ансамбль танца «Эльброс» с хореографическим шоу. Выступление, подготовленное к столетию образования Карачаева Черкесской Республики, включает более полутора десятков танцев народов Кавказа из золотой коллекции коллектива. Весенняя афиша насыщена яркими музыкальными событиями. Свою программу представят солисты Ленинского мемориала и приглашенные солисты из городов Поболжья и Санкт-Петербурга. Главная объединяющая роль принадлежит Ульяновскому симфоническому оркестру «Губернаторский». Так, в преддверии Международного женского дня во Дворце творчества детей и молодежи заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов и оркестр «Губернаторский» исполнят мелодию любви. К столетию Московской государственной филармонии 14 марта во Дворце творчества детей и молодежи состоится вечер русской симфонической музыки. В концерте 14 марта прозвучит оркестровая версия балета Стравинского «Петрушка». Открывать концерт будет пляска скомарохов из музыки к драме Островского, Чайковского «Снегурочка». И также прозвучит, на мой взгляд, очень интересное сочинение. Это восемь русских народных песен для симфонического оркестра. Всего в программе фестиваля пять выступлений симфонического оркестра. Все концерты очень разные и по жанру, и по своей направленности. Стало хорошей традицией во время фестиваля открывать новые выставочные проекты. И этот год не исключение. Сотрудники Ленинского мемориала представят три крупных проекта. Один из них зрители смогут увидеть уже в марте. Он откроется 21 марта на площадке квартиры музея семьи Ульяновых под названием «Сто лет назад. Новая экономическая политика». Этот проект представит экспозицию, посвященную НЭПу, именно тому, как Владимир Ильич видел преобразование в стране, как он реагировал на те изменения, которые происходили, как происходил переход от непростых условий войны к мирному времени. Это очень интересный проект. Наши экспозиционеры ищут очень такие необычные решения. Мы представим интерьеры отельей, интерьеры НЭПовского магазина. Большая программа пройдет в муниципальных образованиях Ульяновской области с 4 марта по 9 апреля. Она также включает концерты и выставочные проекты. Отдельной программой фестиваля станет фестиваль «История музыки в муниципальных образованиях». Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.